Всем доброго времени суток, мои дорогие, любимые, приятные зрители. С вами Юранка. И сегодня я немножечко хотел бы также вновь рассказать что-то о YouTube. Давно у нас с тобой не выходило новых роликов о YouTube, о их нововведениях, об их изменениях. Значительный промежуток времени тому назад, наверное, где-то уже полгода, может быть, даже больше. Я просто почему-то не решался снять ролик, рассказать об небольших изменениях. Собственно, теперь, как кто-то из вас, возможно, помнит раньше, на статистике, общая статистика своего канала, вот именно на главной странице канала, где можно просмотреть, как владелец, гость, подписчик, собственно, в самом верху имеется количество подписчиков и общее количество просмотров. И раньше, довольно-таки давно, еще года, наверное, два точно назад, за год-год назад не возьмусь говорить, потому что, по-моему, за год здесь не было изменений. То есть, точнее, ввелись нововведения, но я о них просто не рассказал. Теперь статистика просмотров не как раньше обновляется раз в сутки, а раз, наверное, в полчаса, раз в час. То есть, можно просто, обновляя страницу, например, мы смотрим сейчас, у меня миллион триста двенадцать тысяч двести шестьдесят шесть просмотров. Мы нажимаем «Обновить страницу», и у нас с вами ничего не изменяется, потому что не прошел час. Как правило, теперь каждый час, каждые два часа меняется статистика общая о канале, и теперь не обязательно ждать целого дня для того, чтобы эта статистика изменилась именно на главной странице. Что по поводу менеджера видео, то в автоматическом режиме запускается у нас с вами, когда мы открываем менеджер видео studio youtube.com. Это видеостудия, творческая студия YouTube, новая. Есть другие функции, которые до сих пор недоступны. Это плейлисты, фанатека, оформление канала, другие функции и так далее. Большое количество функций, которых не было... Которые до сих пор по сей день недоступны, хотя на самом деле вот студия YouTube, вот эта вот новая творческая студия YouTube, она мне симпатична по внешнему виду, но YouTube и Google, они до сих пор работают над изменением, над тем, чтобы ввести полноценные изменения творческой студии. Собственно, у нас с вами сверху написано studio и beta маленькими буковками. Основное, что мы с тобой можем делать с видеороликами, это, например, выделить все ролики, можно извинить название, описание теги и так далее, тому подобное. Самая важная, недоступная по сей день функция, к сожалению, например, монетизация. Мы с тобой можем выбрать здесь в функциях ее просто включить или выключить. На старый же классический интерфейс, когда мы нажимаем, нам пишут спасибо, и, собственно, YouTube предлагает выбрать, что, почему вы решили выбрать, именно вернуться на старую творческую студию, а не на новую. Вот это, например, можно поставить галочку. Например, некоторые элементы нового интерфейса не работают, в новом интерфейсе нет нужных, мне функции мы нажимаем. Можно оставить комментарий, можно не нажимать ничего, просто нажимаем пропустить. Нажимаем отправить, и после этого у нас открывается старая творческая студия, к которой все привыкли, я сам привык к ней уже за столько огромное количество времени. И, собственно, основные функции, которые были, есть, в принципе. Они на любом абсолютно видеоролике имеются. Все как положено было добавлено. Помните о защите детей, соблюдайте наши правила. Вот это вот было добавлено около, наверное, полугода назад. Раньше вот этих вот двух таких предупреждений не было. Собственно, монетизация режим как положено. И самое главное, что я хотел вам сказать о том, что появилось именно у гугловской партнерки. Это AdSense. Не какая-то другая партнерская программа или медиасеть. А именно, сегодня хотел бы поговорить о том, какие бы я ввел нововведения. Но, к сожалению, я боюсь, что гугл ко мне не прислушается, не посмотрит этот видеоролик. Постольку, поскольку у меня мало просмотров на всех видеороликах. Поэтому эта возможность представляется только вам, мои дорогие зрители. Вас, к сожалению, очень мало. Хоть и подписчиков 7 тысяч людей у меня. И я надеюсь, что вы меня поддержите в сегодняшнем моей, так сказать, небольшой презентации о нововведениях. Совсем буквально пару дней назад, вот если мы откроем, например, главную страницу нашего канала, у вас тоже, скорее всего, должно было появиться вот такая вот... Справа нет. Настройки вид. Настройки вид страницы обзор мы нажимаем. Обновление рекламы без возможности пропуска. Теперь для ваших видео с поддержкой TrueView доступно объявления без возможности пропуска. Они стали еще короче и привлекательнее. YouTube работает над монетизацией с целью, чтобы даже начинающие блогеры, даже вот я, хоть и уже давно не начинающий блогер, уже более 4 лет занимаюсь каналом, а просмотров, к сожалению, всего лишь около 1,5 миллиона общих, да, мало, к сожалению. Что хотел бы сказать. Я не видел, какую рекламу сейчас сделал Google, но я верю, что они ввели нововведение. И кто пользовался гугловской партнерской программой, прекрасно, скорее всего, из вас знают и помнят о том, что видеороликов без возможности пропуска не было. По крайней мере, сколько я пользуюсь гугловской партнеркой, это, наверное, уже больше годов, когда меня отключили от... Как же она называлась-то, старая моя... Юла, бывшая ВСП, дали меня, взяла партнерскую программу к себе, скажем так, на попечительство. Как же она называется-то, боже, что... Нет, я не вспомню, не вспомню, ребят. Была какая-то партнерка у меня до этого. Я показывал, записывал видеоролики, можете посмотреть на канале, поискать. Я забыл, как она называется, в принципе, не будем вспоминать, потому что у нее тоже изменились правила. И все медиасети и партнерские программы для YouTube, они пляшут под дудку Google. Google, если сказала изменять параметры присоединения, подключения пользователей к медиасети или партнерской программе, то они вынуждены это делать, потому что, если они не выполнят их требования, то Google просто скажет, до свидули, ребята. И все. И партнерскую программу медиасеть могут просто закрыть. А сейчас вот то, что я вам уже показывал, да, в новой творческой студии YouTube в бета-версии недоступна подобная функция. А вот если мы берем, например, с собой какой-нибудь ролик, открываем, собственно, информацию о нем. Далее монетизация. И вот, объявление без возможности пропуска. Вот этой функции, вот этих вот объявлений без возможности пропуска не было. И сейчас Google сделали какие-то нововведения. Я верю, что вот у меня сейчас статистика показана за десятое число. Включить объявление без возможности пропуска у меня появилась возможность, по-моему, только позавчера. И на всех видеороликах, чтобы если вдруг у вас слишком много видеороликов, то просто нужно нажать вот здесь вот галочку и нажать «Выбрать все свои видео». Выбраны все ваши видео и нажимаете «Монетизация» и далее «Монетизировать» за счет показа рекламы. Когда вы нажимаете эту функцию, во всех абсолютно видеороликах включается функция роликов без возможности пропуска рекламы. За счет чего вы будете получать больше денег, так как пользователи, зрители не сможет эту рекламу пропустить. Даже пускай она будет не 30 секунд, а меньше. Вот, скорее всего, сейчас теперь она не 30 секунд, потому что некоторые пользователи просто не дожидались этого. Окончание рекламы выключали ролик, хотя эта информация, ну, не особо подтверждена, потому что если зритель захочет посмотреть, то он посмотрит, я считаю, видеоролик. И несмотря даже на рекламу, пускай она там 30 секунд будет идти. Нет, если, конечно, там реклама 30 минут идет, это однозначно человек выключит, потому что это нереально смотреть. А если видеоролики 30-секундные, также нововведение, что было сделано Ютюбом, у них теперь появилось также не один видеоролик показан перед началом видео, а два, целых два видеоролика с средней продолжительностью от 10 до 30 секунд. Там написано один из двух, когда вы смотрите рекламу, первоначально появляются видеоролики. Первая написана просмотрена реклама один из двух, далее заканчивается первый рекламный видеоролик, появляется второй, и там написано два из двух, когда до конца доходит просмотр, собственно, уже вы приступаете к просмотру непосредственно видео. Мои нововведения, что бы я хотел предложить, кто из вас, если не только на Ютюбе смотрит видеоролики, а также какие-то другие посещает различные видеохостинги, например, там Рутьюб, или там, например, есть Киви, называется, вот знаете, какая очень-очень хорошая такая функция была в Киви, она до сих пор по сей день есть. Если ты хочешь просмотреть ролик в высоком качестве, это от 480 или 720p, я не помню, 720p это HD 1280 на 720p, если ты хочешь просмотреть видеоролик к качествам от 720p и выше, тебе необходимо выключить блокировщик рекламы. Вот это вот такая, знаешь, такая, на мой взгляд, очень важная функция для начинающих видеоблогеров. Почему? Потому что я считаю, что ее нужно сделать как можно скорее, потому что начинающие видеоблогеры, они получают вообще, вот, например, я получаю в среднем сейчас, наверное, от 40, может, где-то до 60 рублей в сутки. То есть у меня прибыль увеличилась, у меня в течение трех лет я ежедневно получал, наверное, от 10 до 25 до 30 рублей. То есть можете представить, вообще три года заниматься каналом и получать такие гроши. В какой-то день мне вообще повезло, мне 179 рублей выплатили. Это когда я видео о мошенниках снял в интернете. Сейчас я получаю в среднем от 40 до 70 рублей в сутки. И вот это, это был, это было десятое число десятого месяца 2018 года. То есть 10 октября я, вот, вот сейчас я тебе даже покажу, давайте покажу специально, чтобы не соврать тебе, не соврать. Так, RedFox, что-то знакомый чувачок. Ностальгия, да, Tom Clancy, Splinter Cell, ребята, это ностальгия, особенно Conviction. Спонсорство, пользователи могут оформлять спонсорские подписки. Я так и не понял, на самом деле, что это дает. У меня нет спонсоров вообще, к сожалению, ни одного. Мы с тобой откроем YouTube Analytics. Открываем YouTube Analytics. И вот здесь вот у нас с вами отображен наш заработок, который мы получаем. Независимо от того, какая у вас партнерская программа, меня приняла обратно только Google. Все остальные меня просто отшвырнули, выкинули, сказали, иди куда подальше, далеко и надолго, потому что у тебя мало просмотров, и мы не имеем права по правилам Google тебя принимать. Вот, собственно, 77, 92 рубля, ну и так далее. Вот 36 сейчас рублей, вот сейчас, вот, видишь, минимальный заработок, например, на март месяц у меня было вообще 3 рубля в сутки мне давали. Сейчас 36. Я хочу тебе сказать, что получить даже 36 или 40 или 50 рублей на YouTube очень сложно. Возможно, вы подумаете, что, как бы, почему сложно. Потому что, друзья, у меня ежедневно от полторы до двух тысяч общих просмотров на канале. И прибыль составляет, вот, повезло, где-то 80 рублей, это люди понажимали на рекламу. На самом деле, как вы можете помочь моему каналу, ребят, просто просматривать ролики, ставить лайки на роликах. Можете даже их не просматривать, это очень поможет мне с повышением рейтинга канала. И просто можете открывать ролики и смотреть рекламу. Больше ничего не нужно. За счет этого я смогу заработать. То есть, если хотя бы, там, например, из вас, там, человек 20, там, или 30 постарается и просто будет просматривать рекламу на моих видеороликах, у меня прибыль значительно вырастет, поверьте на слово. 36 рублей. 36 рублей с полторы тысячи просмотров в сутки. Это, а, я прошу прощения, я обманул вас, это, а, вот, 10-10, вот, видишь, 10-10, дальше нет статистики, потому что она обновляется с, как это правильно сказать, с эквивалентом, нет, не с эквивалентом, а статистика обновляется через 3 дня за предыдущие дни. То есть, например, вот, сегодня 13-е число, а статистика за 10-е, то есть 14-го числа будет за 11-е, 15-го будет за 12-е, 16-го будет за 13-е число. Обновлено будет, вот, заработок, вот, 173 рубля, мне повезло, что мне, вот, выплатили это, а, это когда было-то? А, это было всего лишь 3 месяца назад. Прямо за сутки столько удалось заработать. Для меня, честно, для меня, если я получил хотя бы от 100 рублей расчетного дохода с YouTube, для меня это уже очень много, поверьте мне на слово, ребят, я не обманываю. И та функция, которую я хотел бы ввести, это невозможность просмотреть ролик в высоком качестве, не выключив блокировщика рекламы. Я как-то читал информацию, Google все собиралась ввести подобное нововведение, все думала, думала, думала об этом, но что-то так до сих пор и не придумала. Я уже вот год назад, примерно, тоже читал, люди предлагали подобную функцию ввести, но я надеюсь, что Google все-таки в течение нескольких лет соберется и сделает подобную функцию. Например, вот если человек хочет просматривать ролики без рекламы, он может включить подписку, подключить YouTube премиум. Там платится некоторая сумма денег, раньше YouTube Red называлась, по-моему, еще она. Кто хочет смотреть ролики без рекламы, просто подключаете эту подписку платную в месяц, сколько-то вы платите, и смотрите ролики без рекламы. При этом, смотри, чем отличается YouTube премиум от, если ты будешь смотреть ролик без YouTube премиум. Если ты смотришь ролик с YouTube премиум, то заработок блогеру, либо летсплейщику идет с количества просмотренных тобой минут видеороликов. А если ты смотришь без YouTube премиум, заработок идет пользователю, видеоблогеру или летсплейщику с того, сколько ты просмотрел рекламы, и в особенности, сколько раз ты на нее нажал. Чем больше у тебя просмотров, тем дороже реклама будет показываться в твоих видеороликах. Например, давайте я вам открою AdSense, сейчас продемонстрирую немного. Внешний вид, нет, по-моему, там я не переходил на новый внешний вид, есть SignUp, SignIn, нам нужно войти, просто. Make money, делай деньги, зарабатывай деньги онлайн на монетизации веб-сайтов. Ну, дословный перевод. Сейчас у меня 43 доллара, предыдущий платеж у меня был на 117 долларов, мне пришел. Я себе, а что же я себе заказал-то, я, по-моему, а, я раздал долги, я тогда отдал долг своему знакомому. Ну, вот, собственно, смотри, здесь вот у нас с тобой показана эффективность в сравнении с семью предыдущими днями. На этот раз уже, как в течение нескольких лет, написано, что в ближайшее время статистика YouTube перестанет отображаться в AdSense. Расчетный доход вчера, последние 7 дней, этот месяц, последние 28 дней больше не обновляются здесь, и это вы можете следить только через YouTube-аналитику. Просмотры страниц, доход за показ страницы, смотри, например, доход за 1000 показов у нас составляет с тобой 26 центов, нам написано. На 6 центов меньше, на 19% по отношению к каким-то предыдущим дням. Чем больше у тебя будет просмотров страниц, чем больше у тебя будет кликов, тем выше будет цена за клик. Она будет повышаться, то есть, если, например, сейчас ты там с 3000 просмотров, там, например, получишь, там, например, 80 рублей, и то, причем это все зависит... Все зависит от того, какой длительностью показываются рекламы в видеороликах, прошу прощения, и зависит от того, сколько людей просмотрело эти рекламные ролики. Потому что некоторые пользователи, они просто включают этот блок, блокировщик рекламы, и считается, что у них реклама не показывается, и прибыль не идет к ютюберу. То есть, такие пользователи, они, ну, не очень эффективны. Не... как объяснить это? Ну, чтобы не обидеть человека, я не знаю просто, как выразиться, это... Ну, своего рода, мне так кажется, что это неуважение к блогеру, либо к летсплейщику, потому что он старается своими трудами, там, записывает ролики. Я хочу сказать по себе, друзья, на самом деле, записывать видеоролики и летсплей, это сложно. Это, с одной стороны, ты смотришь, кажется, вот он играет, так круто, там, что-то рассказывает. На самом деле, это очень сильно изматывает. Я стараюсь снимать ролики в сутки от 5 до 10 штук, я очень сильно устаю, тем более, когда я опубликовываю видеоролики, я, как правило, залью их 10 или 20 штук подряд и опубликовываю друг за дружкой теперь. Цена за клик, вот здесь, она будет выше, если у тебя будет больше просмотров, будет показываться более дорогая реклама. Вот, например, если у тебя в сутки 3000 просмотров из них, например, смотри, вот в один день у тебя там 3000 просмотров, в другой, например, день 3000 общих просмотров. И прибыль может очень сильно скакать, если у тебя будут разные зрители. Если у тебя зрители, которые на тебя подписаны и они выключили AdBlock, 3000 просмотров ты получил сегодня со своих зрителей, которые выключили AdBlock и посмотрели видеоролик. И еще пользователь, ты получил 3000 просмотров со своих же подписчиков, которые отключили AdBlock заработок, будет одинаковый практически. То есть, например, там 80 рублей и там, например, 79 или там, например, 77-76 будет на следующий день от просмотра без AdBlock, с выключенным AdBlock. Со включенным AdBlock у тебя может быть 3000 просмотров, например, 1000 из них это коммерческие и 2000 некоммерческие, потому что выключен AdBlock. И, ой, включен AdBlock, прошу прощения. И ты, конечно же, получишь намного, намного меньше денег. То есть, 2000 некоммерческих просмотров, если все это перевести в выключенный AdBlock, то с 2000 просмотров можно, наверное, порядок пары сотен рублей получить в день. И к чему я все-таки клоню, 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 а к тому, что я очень сильно люблю Google, люблю YouTube и я очень надеюсь, что все-таки Google услышит YouTube, услышит пользователей и введут такую функцию, как пониженное качество видеороликов с включенным AdBlock. То есть, для пользователей, которые будут выключать блокировщик рекламы, будет доступно более высокое качество, в связи с этим вы повысите заработок, вы, я обращаюсь к вы YouTube, к вы Google, вы повысите заработок пользователей, блогеров, летсплейщиков просто в разы. Потому что люди не захотят, я сомневаюсь, что, например, в 360p кто-то будет смотреть летсплей, как правило, смотрят 720p и выше, тем более 60 кадров в секунду. У меня все ролики, вот когда появилась возможность заливать 60 кадров в секунду, у меня все ролики записаны в 60 кадров в секунду. И 1080p, то есть Full HD, в качестве не сжатом, сжимает немного YouTube его, поэтому оно немного там хромает в некоторых роликах. Ну, в большинстве роликов оно не полное качество, а ужатое. Я ролики заливаю от 15 до 30-40 гигабайт, они весят. И там YouTube немножко поджал чуть-чуть, а качество осталось практически прежним, и 60 кадров в секунду, естественно, в обязательном порядке остаются, и никуда не пропадают это качество. Это вот моя такая просьба была сегодня, то, что я пытался до вас донести, я надеюсь, все все прекрасно поняли, что благодаря такой блокировке, не дающей просмотра роликов в высоком качестве, которые будут по просьбе у YouTube будет появляться к зрителям об отключении Adblock для того, чтобы смотреть ролики в более высоком качестве, позволят зарабатывать нам с вами, нам с вами, всем пользователям, заливалом, так сказать, видеороликов, там даже если вы там не блогер, не летсплейщик, неважно, что вы записываете, благодаря монетизации, благодаря подобной функции вы сможете зарабатывать в разы больше денег, и, соответственно, это будет больше приносить доход, больше будет приносить радости и побуждение человека к тому, чтобы выпускать новые ролики. Даже пускай вот у меня гроши-просмотры очень мало, но даже вот благодаря этой функции, если бы она присутствовала на YouTube, то я бы сейчас зарабатывал бы, ну, на порядок, наверное, сотни, может быть, двух сотен рублей в сутки. И для меня, я считаю, что это довольно много. Для меня даже тысячи рублей это уже много. А не говоря уже о доходах, там, по несколько сотен рублей в сутки, это вообще была бы просто прелесть, сказка. И тем более, Google тоже это же будет плюс, правильно, будут видеоролики смотреть пользователи в высоком качестве, собственно, будет появляться реклама, и часть, конечно, денег идти будет Google за счет того, что это как такое место для размещения огромного количества рекламы. Они же процент себе берут тоже, правильно же, за продвижение видеороликов, они тоже себе часть денег берут за то, что они рекламируют определенные видеоролики, показывая рекламу, Google тоже с этого зарабатывает. И с этого заработок их увеличится только в разы. Поэтому я считаю, что моя функция, описанная сегодня, будет довольно полезна. И я надеюсь, дорогие друзья, что вы меня в этом поддержите. Поэтому на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям, комментируйте. Обязательно поставьте лайк, пожалуйста, чтобы продвинуть этот видеоролик выше, чтобы другие пользователи также могли его найти. Понять и поддержать меня в том, что эта функция того стоит, очень стоит. И она не бесполезна. И чем быстрее Google это сделает, тем больше прибыли будет идти непосредственно видеоблогерам и самому Google. Конечно, в разы. Так что огромное вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям, комментируйте. И всем до новых встреч,имся на канале в группе, в новых каких-то видеороликах, предложенных мной каких-то различных таких функций, которые были бы довольно полезны. И увидимся, конечно же, в летсплеях обязательно, друзья. Куда же без этого-то. Так что всем удачи, до новых встреч и пока-пока. С вами был Юранка.